Как вы оцениваете личность Уинстона Черчилля? Я вам скажу так. Черчилль – это грандиозное событие мировой истории, грандиозное по масштабу содеянного и в том, что он участвовал. Безусловно, удивительный мозг, интеллект и неординарный. И как этот интеллект создавался, у меня есть лекция, она, правда, по-моему, технически тут на канале «Здравый смысл», она закрытая, по-моему, платная, но я же читал об этом лекцию, целую лекцию. В то же время политик такого масштаба, он вместе с одним, он с хорошим. Он, естественно, с позитивным для кого-то, для кого что, несет огромное количество разрушительного и негативного. Поэтому Черчилль, он, как колоссально масштабная личность, он натворил очень много и позитивного, и, конечно, и негативного. И одна нация в одну эпоху, один человек может на него посмотреть так или иначе. У меня уже есть очень четко сформулированное мнение, отчасти отраженное в лекции, отчасти в главе по Черчиллю в будущей книге. Очень не хочу его заранее озвучивать по очень простой причине. Это не коммерческое, не юридическое. Если мы что-то говорим научно новое, вот прямо глобально новое или уточненное, то это должно быть на такой невероятной, действительно, доказательной аргументированной базе. Даже если вы сразу со мной согласитесь, вот просто, чтобы я не сказал, все равно, вот сказал, пусть оно впервые войдет так. Как я поступил с войной 12-го года, никто, ни одна шваль, не может всерьез поспорить. Потому что это все, это до конца. Это не передумать, не переиграть, не переспорить, все. Так должно быть и со следующим сюжетом. Вот просто так. А Черчилль, я повторяю, при таком масштабе всегда негатив и позитив. Ну а так, что действительно феноменальное по характеру, по принципу, не принципу, наоборот, а по, как это сказать, выносливости, по желанию достигнуть своих целей очень разных и любыми способами. Безусловно, англичанин во всех отношениях, британец, такой островитянин, который не чурался, не чурался, так сказать, ради интереса в Британии погубить что-то в других народах. Не всегда праведно. А что такое в данном случае праведно? Вот так вот. Вот такой и Черчилль. В то же время действительно брестяще сформулировал мысли. Написал очень много. И как писатель, и как историк, и как полемист. Писал не только книги, но и картины. Вот не хочу заранее. Так я про картины Черчилля бы хотел. А я сделаю отдельные ролики, вот, я представляю, как будут на себе рвать волосы мои завистники. Но это отдельная тема с Черчиллем. Вот, а так, ну, вот, примерно, примерно я писал. Примерно я писал. Есть же лекции, можно же лекции воспользоваться. Зачем, когда, зачем пять минут, когда есть полтора часа? Серьезнее же, да? Так, дальше. Примерно я писал.